Здравствуйте! Салам алейкум! Доброе время и суток! Сегодня суббота, естественно, я ничего не получил запчасти, потому что водитель-отправитель решил, что деловыми линиями все будет заебись для меня, то есть за меня принял такое решение. Значит, я отрегулировал, у меня получается свободный вход здесь. Ну, вообще маленький-маленький. Где-то примерно, наверное, миллиметр. Не могу никак застопорить нормально. Главную шестерню. Вот. Смотрим здесь. Даже меньше миллиметра где-то. Так крутишь. Шестерня не скачет, как у меня было. Было шестерня. То есть от одного сторона зуба до другого прям делало. Ну все работало. Эту гайку я ослабил. И здесь сейчас подшипники мягче стали крутиться. Ну вот. Допустим, при трогании, вот, слышно, вот эти. Вот такой люстик. Поставлю. А был в херовую тучу раз больше, чем сейчас. Поэтому я думаю, что вот этого будет достаточно зазора. Там видно, как зуб ходит. Сейчас вот так посмотреть. Туда сейчас свет включить. Главная пара. Чуть-чуть. Вообще дышка, но она есть. Примерно где-то миллиметр. Я думаю, что это будет нормальный зазор. Сейчас застопорим коронки. Я думаю, что это не маленький зазор. Шат есть. Уже нормально. То есть, зазор свободный есть. Блин, лак этот, на чём-то он собран был, я не пойму. На что они, блядь, собирали? Что? Это говно, блядь. Ни хрен от окна не очищается. Вроде чистил-чистил. Местами всё равно осталось. Ещё раз внимательно сегодня просмотрю всё это дело. Не знаю, придут завтра запчасти или нет. Деловые сказали, что, типа, должны прийти, но получу я их, не получу, неизвестно. Сейчас пока подготовлю, застопорю подшипники и подготовлю суппорта тормозные. Соберу такими вещами. Позанимаюсь, резиночки сменю. Тут почистить надо ещё. Точки какие-то есть. Так, выработка на корпусе, но её нету. Всё чётко вроде бы как. Резинка тут так себе. Так, вроде она торчит. Не видно, что она пропускала. Да, блин. Так, вроде она не покоцанная, нормально всё. Вроде всё заебись. Так, меняю резинку. Пройдусь наждачкой сейчас там внутри. В порши самом, в цилиндре тормозном. Пройдусь. Какая-то вот. Барусинец какой-то. Видно, что это новая. Видите, у неё подписаны. И они нифига, они не оригинальные. Значит, они менялись, эти поршня тоже. Ну и та резинка с самого цилиндра. Тоже нормальная. Не покоцанная, не порепанная. Посадочная. В принципе, здесь всё нормально. Сейчас вытру. Там то, что под резинкой было. Тирануть чуть-чуть. Какие-то точки есть, не знаю. Но они смешные, конечно. Ну, чтобы вообще по фэншую было. Подотру ещё. И вот эти подшипники. Смотрите, кто-то, как видите. Он ебашил по ним тут. Зубил он. Не знаю, что они тут. Они легко как бы крутятся. Ничего такого нету. Но я дотянул их. Чувствую, что уже туго-туго идёт. Ну, чуть-чуть отпустил. Чтобы эти подшипники не перегрузить. Но я не знаю, как они регулируются правильно. Я просто сделал всё так. По интуиции, как мне кажется. Вообще, я как бы... Ну, с мотоциклами там давно. С машинами так тоже играюсь, да. Вообще, образование у меня... Реф-машинист судовых холодильных установок первого класса. Также моторист. Мы проходили судовые дизеля. Ну, у меня профессии нету, но моторист первого класса. Не, моторист второго класса я. Как бы... У нас диплом был не на это. То есть, у меня был реф-машинист и матрос второго класса, по-моему. У меня вот как бы две профессии официальные. Ну, вот, да, прописаны. Это машинист судовых холодильных установок первого класса и матрос второго класса. Матрос второго класса – это на фабрике работать, забивать холодильник, ревку рыбой. Ну, в трюме. Первый класс – это... Он уже такой, он и тралы ставит, и все. Вот. А моторист первого класса, ну, его можно было получить, но надо было доучиваться или там переучиваться. То есть, я шел изначально на реф-машиниста. И я ходил в море один раз на практике реф-машинистом. Компрессор перебирал. Там кольца пластиковые стояли на компрессоре на этом. Вот. В принципе, ну, вот я даже сейчас не знаю, какой тут зазор должен быть, потому что... Я вот сейчас поговорил с Юрика, таким человеком. И сегодня разговаривали где-то в 9 часов вечера мы с ним. Он показал, что он сделал здесь люфт, зазор там полтора где-то миллиметра. У меня около миллиметра сейчас зазор. Но я налил сейчас масло в пару. А сейчас, как бы, получается... Он вообще такой чуть-чуть только... Дэшка там вообще. Но с маслом... Вот крутишь несколько раз с маслом, нету люфта. Ну, вообще нету. И тихо работает. Как только масло выгнало из зубов, чуть-чуть появляется. Вот. По крайней мере, сейчас работает... Ну, вообще... Вот. Вроде в начале есть касание зуба об зубу. Если кто-то... В обратную сторону начинаешь крутить. Хочу так оставить. А эти подчипники подтянул. Как бы... Чувствую уже туго крутиться. Туго. Ну, можно сдурить, конечно, за счет закрутить. Молотком бьешь по отвертке, чувствуешь то, что он крутится еще. Ну, я ослабил немножко. Мне кажется, что этого достаточно. Ну, и по слуху, как подчипник крутится, слышно. Ладно. Ну, это только мои догадки. Это просто эксперименты. Да, могут быть дорогие эксперименты. Я не спорю. Но здесь было, блядь, зазор. 4-5 раз больше. То есть, ход вот такой был. Ту-ту-ту-ту. Шестерни стучали. И все работало. Я на нем 4... Лето вот отработал. Это минимум я отработал 4000 часов. Это вообще самый минимум 4000 часов. Кто-то же эту пару ставил. И до меня она работала с таким большим люфтом. А я сейчас убавил люфт и сделал. Ну, я считаю, что не перетянуто. Потому что, ну, есть небольшой зазор. Нагреется. Я думаю, он уйдет. Вот он. Вот, слышите? Когда масло выгонит. Вот он есть. Ну, короче, оставляю я так. Я думаю, что все будет заебок. По крайней мере, посмотрим. Если завтра запчасти придут, дальше буду собирать. Если не придут, ну, блин. Ну, меня просили масляный насос. Ой, ну, гидронасос поменять. Блин, ну, я не знаю. Извини, буду менять, не буду. Вообще что-то не стоит на это дело. Просто насос менять. Это же надо и масло сразу менять. Это и фильтр надо менять. Это переликала гармошка. Играла Гордеона. Это тут просто, блядь. Плюс-то сразу надо трубкой заняться, которая на радиатор идет. Вот ее переделать. То есть, это дня два мне я встряну. Как бы не очень бы охота это делать. И сейчас вот снег уже вот-вот пойдет. Мне надо доделать свои дела. То есть, блин, если я еще встряну с маслом, я вообще раньше вторника среды не сделаю. Просто даже это не охота делать. Ну, бля, это просто пиздец. Может, и сделаю, конечно. Ну, не уверен. И, во-первых, я переживаю за то, что снимется ли фланец насоса. Как он там сидит? Как я его буду снимать? Я еще пока даже не придумывал. Потому что я просто раз крестовины менял. Не снимал фланец насоса, потому что он не снялся. Да он и не должен сниматься легко. Всем будет легко сниматься. Знаешь, при работе он будет там тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Шланг я не буду переделывать. Он же одет на радиатор. Я не хочу доснимать. Мне проще удлинить, нарастить, через муфту соединить с тем шлангом. Ну, вот такая вот ебала, вообще-то неохота делать. Ну, посмотрим. Все от завтрашнего дня зависит. Что там, придут запчасти, не придут запчасти. Так, ну, что, в принципе, у меня сегодня работа-то вообще нету. Болты почистить. Я их уже почистил. Как бы обжег газовой горелкой. Потому что это, что там было намазано этим каким-то клеем смолой эбоксидной, оно не очищалось. Просто пиздец там прилипшее. Ну и все. Вот эту шестерню, стопор одеть на эту фигню. Все, ну, блядь, работы по факту больше никакой нету. Ну, здесь сейчас пропылесошу вот это вот все. Дуть не буду, чтобы пыли не было в гараже. Фига мне дуть воздухом, если можно пылесосом, пропылесосить все. И, а так, куда оно все полетит? Сюда, в бортовые этот песок. Зачем? Есть пылесос. Получил пылесос, пропылесоси спокойно. И все. Здесь пропылесосил. Там посадочные в мосту вот эти места на пропылесосе. В принципе, и все, я думаю. На сегодня уже ничего я не сделаю. Ну, болты вот эти, может быть, еще почищу. Потому что время уже час ночи. В общем, смазал термозной вытащи. И болтой ступо крутил, направил, забил. Я хочу снять, посмотреть, как там что-то происходит. Потому что эти с канала Земля-Марс. Они, говорит, надо идти пособрать, потом разобрать и смотреть. Как будто я хочу. Так просто не вынимается. Просто не хочет выниматься. Это просто не надо. Так просто не хочет выниматься. Я хочу. Так. Вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Куда пошёл? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что? А? Узнавал уже? Сдали уже? Другой человек. Тихоньки уже нет? Она русский взял. Хозяин 120 тысяч дал. Русский. Вот ее 120 тысяч. Устройство пойдем не найдем. В этот месяц Этого деньги не взял. Следующие 10-100. Мы начинаем 500 тысяч. А 120 тысяч. Пойдем не найдем. Хозяин дал. Хозяин бокса дал деньги. Деньги тоже дал. Бокс тоже дал. Вот Димит, где-то вылет робок. Вот ты их ставишь подъем. Потом мне три минуты. Деньги обратно дали. Что делать? Хозяин, мне не нужно говорить хозяину. Хозяин дал. Вот тебе сам будет поставить. Когда ты хочешь один год. Весь год работать. Когда вот заканчиваем работу, говорит, пойдем не то ли. Как ты его взял, вот голень. А вот. Пойдем не забирай, да? Пойдем не забирай. Здесь что хочешь? Здесь, здесь. Что надо тебе? Вот. Здесь вот тебя. Здесь что надо, ты возьми. Сколько денег ты спратишь? Сколько денег ты спратишь? Потом я спратишь и не умею сделать. А что вы не успели? Не дали деньги? Ну, в общем, мы с тобой спратишь. Стоять? Можно. Стоять? 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 А? А люди вот здесь вот говорят? Нет. А кто здесь? Вверх? Нет. Я не ходил и спрашивал. Нет. Нет. Мы не собираемся съезжать. Работа едет. Говорят, что да. Я еду. Зажал, что у меня. А так, что деньги? Спасибо, парни. Вы что, собираетесь? Мне надо будет съезжать. Не будем. Нормально. Я говорю, ну, осматривай, да? Ну, у меня надо будет, но он не стоит. Нет, нет, нет. Мы не стоим. А что? Какой вам смысл? Мой стопбокс? Зачем он вам нужен? Там, 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 только две машины может заехать. Две. А у вас сколько тут? Двадцать человек? Четыре. Ты же понимаешь, что вам надо четыре подъема? Ну, три. Правильно? Ну. Если у вас было двое или трое, хорошо, я бы вам стопбокс дала бы в аренду. У вас четверо. Пятеро. 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 Вам надо место многому. Не страсть. Конечно. Ваш любовь, это нереально. Мое мнение, что вам надо оставаться здесь за восемьдесят тысяч. Вам надо оставаться. Смотри. Я тут бокс даю за сорок. Две машины. У вас машины четыре. Помещай. Значит, сорок плюс сорок — восемьдесят. Как? Как ты считаешь? Ну, если я сдаю бокс на две машины сорок, а на четыре машины восемьдесят тысяч. Вот он во восемьдесят и сказал. И вообще-то он сказал поэтому восемьдесят, потому что у вас четыре места, каждое место двадцать тысяч арендов. Я не знаю. Вам не смысл? Я не знаю. Недорого или ненормального. Это нормальная цена? Ну, это то же самое. То же самое, что у меня было бы два боксера. Я каждый с головы посеркнулся. Тоже восемь это делал. Потому что четыре подъемницы. Ну, четыре места работы. Так что, это нормальная цена. Фактически мне идут вообще ничего. Как ценник, я их спросил, говорю, что этот бок вообще не найти. Просто не найти. Просто нет. Чтобы кто-то давал боксер. Горожи, пожалуйста. А что ты играешь на одну машину? Что выгодно? Я говорю, что ты сам можешь работать, да? Как ты можешь на эту роль взвод взять? Сам. День работы. Себе выгодно будет. А у вас пять человек. Вам не кажется. Вам надо минимум, чтобы четыре машины стояло. Ну, в моем поле не столько работало, а сколько человек было. Как ты там работала, если там всего две машины? Можно делать. На улице тоже делать? На улице? На улице. Брат, у тебя в гараже спеть можно. Там зарабатываешься? Может, на кармане деньги остаться? А где зарабатываешься? Куда идет? Не знаю. Ага. Вот так. Я не знаю, но он будет. Не знаю. Может, у меня там специальный бокс, который можно делать. Понимаешь? Нет, нет. Там зарабатывается нормально. Послушай, у меня там бокс, во-первых, он не просто так. Он у меня там... Ну, защищенный космосом. Вот и все. Вот и все. Чтобы полтора времени за там. Здесь. Наверку. Слеванки, а вот здесь босс. Да, здесь? Да. Есть, но он не работает. Почему? Потому что так жарко. Да. Если кто-то живет, то работает. Да. Ну, он там и кром. Он там не электрический. Он там, как здесь. Шланг. И чтоб к печке подключать. Я сразу сделал для того, чтобы я не знал, будет ли он теплый или нет. Я сразу сделал теплый пол. Везде. Там. Тут пол. Тут пол. Ярель пол. Специально сделал. Где подъемник, теплый пол. Все есть. Но он не подключен, потому что он не надо и так жарко в боксе. Вот и все. Можно подключить. Зачем, если так жарко в боксе? Мимо надо. Там зимой надо теплый пол? Да. Там. Мокрый будет заебал. В моем бок вот здесь вот. Там всегда сухо. Из ямы сюда вытекает. Изверху у меня уже там идет канализация на улице. Там всегда сухо. Ну что говоришь? Там теплый пол вообще нет. Здесь тоже подъемник можно подъемник, да? Можно. Можно подъемник. Да. Я специально вот эту яму сделал, сюда сместил, чтобы там подъемник ставить. Понял? Чтобы там подъемник стоял. Когда строил, специально так и делал. Я же не собирался. Там подъемник не касается. Я же замерял. Здесь 3,40. А для подъемника 3,20. А здесь 3,40. А еще 20 км. Здесь такая же высота, как у вас. У тебя же стоит подъемник. Вот такая же высота, как здесь. У нас одинаковая. Моя крыша, ровно ваша крыша. Одинаково. У тебя можно подъемник? Нет. Здесь 3,40. А я сто блоки замерял. Когда машина подъемник, я уверил. 3,20. Все. Микроавтобус за. Чтобы микроавтобус поднять, надо 3,40. Но летковая машина не из вас. Вот. Микроавтобус за. 3,40. Вот здесь он только-только обстанет. Ну, подъемник. Если я тебе нужен, набух тебе. Включай? Да там все. Все, давай. Ну, теперь вопрос. Насос у меня гидравлический. Бывает 25-е. 28,5 и 30,5. Какой меня из этих трех хер его знает. Пипец.